Привет, Страж! Ты смотришь канал Трипл Вайп, меня зовут Джон Лейни и это новое видео о Destiny 2. Как я и сказал в предыдущем видео, инфы всё больше с каждым днём, и это не может не радовать. В этом ролике я расскажу о новых экзотах, которые добавят в игру с релизом дополнения Военный Разум 8 мая. Ну и оговорюсь, среди перечисленных в этом видео экзотических пушек и шмоток будут как абсолютно новые, так и возвращенные экзотики из первой части. Так что Кейт нас обманул, когда сказал, что... Короче, всё пропало. Ваш шмот, мой шмот. Приготовьтесь встретить несколько хорошо знакомых лотов из своего старого арсенала. Погнали! Апоциозис Вейл. Шлем на Варлока, перенесённый из Destiny 1. Не самый популярный, нужно заметить, я вообще не помню, встречал ли я кого-то в нём за все эти три года игры. Основной перк этого шлема мгновенно восстанавливал заряд вашей гранаты, рукопашной атаки и здоровья при активации супера. Не самый полезный перк, очевидно. Так что думаю, что при переносе в сиквел, банджи скорее всего изменят его характеристику. Армаментариум. Броня на Титана. А вот этот самый нагрудник лично я почти никогда и не снимал со своего Титана в первой части. Его основной перк позволял носить с собой две гранаты. Если вы играли за страйкера с двумя лайтнингами, то вы подрывали всё и вся вокруг, включая жопы противников. Судя по изображению перка, либо свойства этого экзота будут такими же, либо броня будет сильно сокращать время отката гранаты. Второй вариант даже, наверное, лучше, как по мне. Frost E5. Ботинки на Охотника. Основной перк позволял значительно ускорить разворот вашего персонажа, ускорить его передвижение, тем самым сделать своего и без того шустрого Охотника ещё мобильнее. Силт Ахамкара Граспс. Перчатки для Охотника. В первой части они добавляли вам ещё одну заряженную рукопашную атаку, а значит пустотный сапкласс Хантера мог получить вторую дымовую шашку, а стрелок – дополнительный метательный нож. Годные перчатки, любитель подымить оценит. Перчатки Клоусоф Ахамкара для Варлока обладают точно такими же свойствами. Ещё одна заряженная рукопашная атака. Шлем на Титана Eternal Warrior. Один из тех экзотиков, внешний вид которых запоминаешь лучше, чем перк. Выглядит очень странно и использовался многими страйкерами. Основной перк делал этих самых страйкеров неуязвимыми в момент ульты, то есть пока анимация активации удара идёт, её отменить невозможно. Не думаю, что свойства этого экзота сохранятся во второй части, ведь теперь у страйкера множественные удары вместо одного, так что будет нам сюрпризом новый перк. Сурос режим. Автомат из первой части. И с первого года. Автомат, с которого началось ПВП для многих и многих игроков. Сложно представить себе другое оружие, которое бы имело такое же огромное значение для ветеранов игры, как автомат от Суроса. В своё время он был имбой, прям как Линза Прометея пару месяцев тому назад. На скриншоте мы можем видеть, что перки остались теми же, винтовка будет наносить больше урон во второй половине магазина, а также иметь шанс восстановить ваше здоровье при нанесении урона. Кроме этого, в среднем столбце перков вы можете выбрать либо перк на увеличение скорострельности при зажатом курке, либо перк на увеличение урона, но на замедление скорости огня. Я обычно выбирал второй вариант. Жду не дождусь, когда смогу затестить этого красавца в Destiny 2. Далее переходим к скриншотам абсолютно новой экзотической брони. Броня для охотника Abhidia Space с двумя извивающимися змеями на груди. Выглядит очень клёво. Доподлинно неизвестно, какими свойствами будет обладать этот экзот, однако я смею предположить, что возможно это будет неким аналогом перчаток Варлока Abhidian Aspect, которые увеличивают скорость обращения с оружием. Ashen Wake. Перчатки на Титана. Не представляю, каким будет их основной перк, но тут у нас простор для фантазии. Пишите варианты в комментарии, но замечу, что выглядят они очень круто. Довольно редко, когда фрагменты снаряжения Титанов выглядят так легко и изящно, а не как броня из квадратов и груды стали. Sanguine Alchemy. Робот для Варлока. Опять же, неизвестен её основной перк, но выглядит она интересно. Исходя из описания There is Power in Blood, можно предположить, что её эффект как-то будет связан с уровнем здоровья или что-то типа того, например, при сильном ранении будут увеличиваться некоторые свойства Стража. Хотя это всё просто догадки. Вормхас Краун. Мне очень нравится, как звучит название этого шлема для охотника на английском языке. Выглядит тоже очень устрашающе, напоминает морду какого-то монстра Улья. Опять же, неизвестен перк, но общее впечатление от этого экзота очень мрачное. Может и перк будет обладать какими-то некромантоподобными свойствами. Посмотрим. Это одно из редких упоминаний Эрис во второй части, и наводит на мысль о том, что в дополнении оно окажется не единственным, ведь Эрис, как никто другой, хорошо изучила Улей. Кстати, о ней вы можете узнать в моём отдельном видео на канале, оно вышло не так давно, ссылку оставлю в описании. Перед дополнением может оказаться полезным познакомиться с этим персонажем. Ещё одна причудливая шмотка Окулзол, шлем на Титана. Напоминает Рок Хепри, уже имеющийся в арсенале Титанов рогатый шлем. И вновь с цитатой Эрис в описании. Улей не видит так, как видим мы, они смотрят глубже, в бесконечность, во тьму. Ох, кажется мне в подробном описании меню таятся очень интересные строчки лора. Ну и пистолет-пулемёт Хаклберри. Красивущая пушка от тех механики, той самой оружейной кузницы, которая подарила стражам Ластворд, Чеперон, самые красивые пушки, по мнению многих стражей. Основной перк этой малышки увеличит скорострельность и точность при зажатии курка. Убийства с этого оружия частично перезарядят ваш магазин. При ударе с рукопашной атаки запускается таймер на 10 секунд активации перка, при котором увеличивается скорострельность, урон и остальные статы оружия. При убийстве с милишки таймер увеличивается. Короче, эта ппшка вполне вероятно сможет заменить Атланту или Антиопу в снаряжении игроков, которые любят взять противника на раш. Вот такая пачка экзотов, 14 названий, с большой долей вероятности можно говорить, что это не все новые экзоты. Нас наверняка ждут спрятанные пушки. Например, что-то в стилистике Распутина и Вармайндов. Типа Слипер Симулянты или Покет Инфинити. Есть уже некоторые детали, указывающие на это. Я, например, очень жду появления Покет Инфинити, а то о ней в Rise of Iron забыли. В общем, пора бы её возвращать. Увидим. А на этом пока всё. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк под видео, если ждёте все эти экзотики. Будьте на связи, подписывайтесь на канал и пока. Субтитры подогнал «Симон»